Всем привет! С вами Иван Кринко и мы продолжаем нашу неделю Audi. Сегодня у нас будет Audi A6. Это Audi A6 2006 или 2005 года. С двигателем 4,2 литра. Это у нас седан бизнес-класса. Такая лютая, крутая тачка. Здесь она у нас в игре идёт в E-классе, поэтому ищем гоночку E-класса какую-нибудь, чтобы мы прям могли так отжечь по полной. F-класс, это мимо. Это на время, это тоже мимо. Это F. И это не F-класс. Может это F-класс? О, E-класс. Вот она, гонка E-класса. Ну, как вы помните, у нас серии нынче должны укладываться в 20 с копейками в минуту, поэтому мы должны будем с первого раза проехать эту гонку. В соперниках у нас Audi, BMW Копейка, Lexus, Maserati и Lancer, да? Ланцер всего скорее стоковый. И судя по звуку, всего скорее луф-офом фыкает, щёлкает, свистит ланцер вот этот впереди. Так, давайте воздушный поток, воздушный мешок, аэродинамическая яма. Как хотите, обзывайте это явление. Ну, вы понимаете, да? Полный привод, 4 литра, тяжёлый седан, который не будет так отрываться, как те автомобили, которые полегче. Потому что, я так предполагаю, Audi должна весить, наверное, тонну 800. Но, скорее всего, где этот указан вес, дальше мы узнаем, когда мы попробуем её в стоке потом потюнингуем. Но, пока я предполагаю, что она где-то тонну 800 должна весить. Может быть, даже больше. Вот вид из салона. Ну, это скучная Audi с монохромным дисплеем, видите, красного цвета. То есть, на то время это было нормально. Это было современно. То есть, это первые цифровые дисплеи, которые появляются вообще в автомобиле. Так что, навигация, как обычно. Ну, так же маленький экранчик, не то что сейчас, делаю побольше. Если я, конечно, скажу, что это обычное просто Audi, меня, наверное, камнями закидает. Мы приехали на первое место, потому что мы победили всех за счёт того, что у нас есть бубенцы с полным приводом. Ну, пускай прозвучит это как-то так. Мы проехали первую гонку, как вы видели. Проехали без каких-либо проблем. Поэтому, давайте отправимся на наши ведрышки шоу. Как обычно, у нас будет два заезда. Так, это у нас автомобиль E-класса. Так же, как Nissan GTL. Кто у нас ещё? Audi от Rena F-класса была. Была. Следовательно, что у нас ещё? У нас уже порядка 30 автомобилей было. Может, даже не 30, а порядка 15 автомобилей точно уже было. И Lotus у нас был. И Mitsubishi. И Nissan. Toyota была. И Honda была. Или не было хором. Ну, как вы помните, да, у нас было много автомобилей на тесте. Поэтому уже... Даже я уже сомневаюсь, какое время даже будет этот автомобиль показать. Но я предполагаю, что это будет 2.20. Я сразу скажу, что предыдущий автомобиль у нас Audi A3 в тюнинге была бы быстрее, потому что мы на этой промоине не разгонялись до 220. О, будет, походу, даже 2.30, а не 2.20. Я не знаю, это особенности ауди в этой игре, или это какой-то мод именно версии Reincarnation. Но почему-то, когда мы на ауди оттормаживаемся, у них начинают скрипеть тормоза. Вот сейчас будете прислушивать и снимать нам. Что-то не резина свистит. Это колодки пищат. Что-то не выкомню я такого. Я как-то боролся на автомобиле с списком колодок, потому что колодки пищат по двум причинам. Либо где-то состав самой колодки не ахти, либо есть вторая причина, это есть прижимная пластина такая металлическая на колодках. И когда ты заказываешь самую дорогую... Сейчас, время, я сейчас продолжу после этого про колодки рассказывать. Значит, время идет у нас первое установочное, 2 минуты, 34 секунды и 31 сотая. Как вы понимаете... Не ахти время. Потому что автомобиль тяжелый, даже мощность не спасает. Точнее, даже полный привод не спас эту ауди. И мы переносимся в конец нашего первого заезда, для того, чтобы вы увидели уже конечное время, которое мы указали, поставили на этом автомобиле. Чтобы можно было ехать, властвовать, доминировать, и унижать всех подряд, кого мы только хотим. Давайте переносимся сразу в конец. Так, и давайте посмотрим. У меня получилось все-таки улучшить время. Но совсем на минимум. 2 минуты, 30 секунд и 62 сотых. 2,5 минуты для автомобиля Е-класса. Ну, это, простите, вообще, это, я думал, автомобиль покажет себя более с лучшей стороны, чем получилось по факту. Заходим, тюнингуем. У нас есть, значит, комплектация S6 и RS6. Как вы помните, мы автоматически ставим комплектацию S6. У нас будет на 105 лошадей больше. И автомобиль весит не то на 800, а то на 745. И мы станем тяжелее на 250 килограмм. 250 килограмм. Это, да, подождите, я не сейчас обнимаю один. Так, это уже, получается, у нас поменялся еще кузов, либо поколение автомобиля, потому что у нас другой спидометр, другой тахометр. Слушайте, прислушивайтесь, как пищат тормоза. И ладно, это останется на совести, так сказать, разработчиков игры. Мы хотя бы не ушли автомобилем из Е-класса. Это, скажите фигня, по правде, такой очень важный момент. А в городе здесь есть? Давайте Little Challenge пройдем. Это гонка по прямой. Небольшая, у нас будут какие-то мощные соперники, которые должны быть мощнее, чем мы. BMW, тройка, STI, Lexus. Lexus сразу в помойку из этих автомобилей. Rolls-Royce тоже в помойку. Maserati. Maserati может оставить нам конкуренцию. Смотрите, двигатель, автомобильный. Автомобиль набирает резвее. Скорость более высокая, максимальная. Помимо этого, двигатель крутится пободрее, чем до этого. Подождите. Ладно, я понимаю, Maserati с претензией на спортивность идет какой-никакой. Но почему на первом месте оказался Rolls-Royce? Это что-то из разряда. Что случилось с BMW? Видите, вот здесь такая фигня, что соперники порой типа боятся проходить на максимальной скорости тот умной участок и очень сильно оттормаживаются. И это, по-правде, бесит, потому что это очень сильно прощает игру. А что, седьмой на скорости нету, да? Ну, видите, мы их обогнали. Нам это вообще... Не создало никаких проблем. Мы выиграли 10 золотых кубков из 120. Мы молодцы! Давайте же посмотрим, что вообще изменилось в управлении автомобилем. Мы поехали за 2,5 минуты ровно. Сейчас у нас, внимание, 430 лошадей и 1900 вес. И у нас двигатель теперь V10. Я не думаю, что двигатель V10 от V8 имеет разницу в 150 килограмм. Ну, не 150. Ну, вы видели, да? Я, по идее, привык к автомобилю. Вот. Значит, возвращаемся к вопросу про... Значит, конкретно вот этот автомобиль. Даже с учетом того, что мы его тенинговали. Смотрите, когда мы тормозим, оттормаживаемся, автомобиль переключает коробку вниз. Посмотрите, мы переключаемся с 7 на 5, с 7 на 5, да? То есть, по идее, очень близко к отсечке. Когда мы оттормаживаемся, обороты падают до 4 тысяч. То есть, с 4 до 5 тысяч... Эта машинка очень вяло набирает мощность. То есть, грубо говоря, если бы она была турбовая и так далее, я бы сказал... Но она, может, и есть турбовая, честно говоря, не силен в Audi A6, в S-ках. Знаю, что я резкий, это 100% турбовый. А вот S-ки... Сингл или... Одна или две турбины, честно говоря, я не знаю. Вот очень вяло, очень-очень. Смотрите, как сносит. Это из-за тяжелого веса. Я боюсь, что 100 лошадей даже не сделают нас более мощными. Потому что у нас из-за веса, так сказать, прогрессировала недостаточная поворачиваемость. Кстати, Audi страдает недостаточной поворачиваемостью из-за того, что у нее двигатель расположен не так сильно в колесной базе, как, допустим, у заднеприводной бмв. То есть, в чем проблема была, вы еще можете... Эта проблема очень сильно обсуждалась в программе Top Gear, когда они тестировали RS4. Не S4, не S6, который у нас, а RS4. Потому что они по компоновке очень похожи. То есть, двигатель находится далеко... Ну, как, недалеко, он находится за передней осью автомобиля. Следовательно, он... За счет чего увеличивается снос? Мы проехали за 2 минуты 27 секунд и 23 сотых. Это... И отыграли, получается, 3 секунды. У нас, видите, фара головного света. ДХО, дневные ходовые огни появились. Мелочь, а приятно. Вот, смотрите, с 7 до 4,5, с 7 до 5, каждая скорость. Не до 4000, а тормаживаемся, и смотрите, да? То есть, здесь мы медленно тормозились, да? Сильно. Вот, с 4 до 4,5, она очень плохо набирает. И этот заезд мы, опять же... У нас будет еще сейчас третий заезд на модели RS6. Потому что... Отдельную серию я не вижу смысла делать для RS6. Покупать новую тачку и проезжать. То есть, в любом случае, у нас будет 3 заезда в какой-либо из серии. Поэтому давайте лучше... Давайте лучше сейчас RS6 откатаем. Как раз уложимся максимум в 30 минут. Да, чуть дольше, но вам будет приятно. И мы переносимся в конец этого заезда. И я смог еще чуть-чуть улучшить время. Наше время 2 минуты 26 секунд и 25 сотых. И я еще секунду смог отбить. Ура, ес! Ура, мы приехали 400 миль. И если я не ошибаюсь, у нас открылись новые заезды. Теперь мы можем с вами с умелостью вообще и максимальным достоинством зарабатывать максимум времени, максимум денег. У нас не будет с вами проблем с наличкой уже в этой игре никогда. И у нас осталась, значит, последняя комплектация данного автомобиля. Это Audi RS6. У нас будет 360... У нас будет 580 сил вместо 330. То есть, мы отыграем 200... Мы будем увеличивать, точнее, мощность на 250 сил. По сравнению со стоковой. И мы станем еще тяжелее. Мы будем весить 2 тонны. Ну, я даже не буду вообще что-либо дальше говорить. И смотрите, у нас автомобиль, значит, почти что в последнем кузове у нас появился спойлер. Так как повернуть-то так, чтобы было хорошо видно. На крышке багажника у нас, видите, появился спойлер. У нас, значит, серебристые зеркала. У нас низкопрофильная резина. У нас другой передний бампер. И у нас другая задняя оптика, которая максимально современная. И мы теперь имеем автомобиль в D-классе. Давайте же посмотрим... А-а-а, еще же не все. У нас теперь новая приборная панель. Почему она светится белым? Видимо, нам надо повернуть еще чуть-чуть, чтобы... Вот так вот, да. Это баг немного... Небольшой баг именно этой модели. У нас, значит, не работает навигация. У нас отдельно спидометр. А-а-а, значит, спидометр до 300 км. Обороты... Почти на 7 переключаем. Все, как и здесь. И красиво... Автома... Биль красиво синего цвета. Давайте быстренько посмотрим какую-нибудь гоночку D-D-D-класса. Нет запрета. Здесь у нас какой? F-класс. F-класс мимо. Ну, это я боюсь, гонку мы сразу выиграем. Без каких-либо вопросов. Так, здесь у нас... Гонка на А... Е, Ф, Е. Так, гонка 59 км. Мы точно не проедем. Саленд. Это тоже не наш автомобиль. Давайте проведем эту гонку. Отобьем все деньги, потраченные сегодня на тюнинг. Потому что автомобиль D-класса. Ауди, RS6. Наверное, я не знаю, 18-го, 19-го года или 16-го. Напишите в комментариях, если вы точно знаете, какого года. Ну, или до никакого года, а какого, получается, поколения. Правильно, конечно. Я же должен был вписаться в свой. Иначе никак. Так, у нас полный привод. У нас... В8 или В10. Минимум, с двумя турбинами. Может, там еще с механичником, каким-нибудь нагнетателем. Я не знаю. Я не подготовился к этой серии. У нас красивый автомобиль. То есть, вот, предыдущее поколение Ауди, оно было скучно. У этого задние фонари посимпатичнее. У нас есть спойлер, что делает... Добавляет такую некую легкую спортивную нотку. Но после 250 мы перестаем ускоряться, потому что у нас... Либо большое лобовое сопротивление. Либо есть другой момент. Либо мы очень тяжелые. Следовательно, мы... Даже при всем желании 2 тонны и 500 лошадей. То есть, это получается где-то по 250 лошадей на тонну. Там, 550... 275 лошадей на тонну. Мало. Если бы автомобиль сбросил бы 200 килограмм, то это было бы уже значительно лучше. Но в игре нельзя выкидывать салон в угоду. Нельзя делать спортивные корчи. Корчи. Или корчи спортивный. Как правильно ударение ставить, можете там же в комментариях написать. Мы поехали на первое место. И это у нас гонка, на которой мы зарабатываем бабло. Потому что следующий автомобиль мы будем зарабатывать и получать бабло. Именно катаясь по этой гонке. И сейчас будет самая большая интрига вообще сегодняшней серии. Мы должны приехать за 2 минуты 26. Быстрее, чем 2 минуты 26 секунд. Мы стали тяжелее получается. Почти что на 200 килограмм. И мы стали тяжелее на 200 килограмм. Мы стали мощнее почти что на 230 лошадей. Давайте посмотрим, насколько это сильно отдало нам. Какой большой... Не отыгрыш. А какое большое преимущество нам дало утяжеление и увеличение мощности. Запоминаем же. Точнее запоминаем 2 минуты 26 и 0,25. Это у нас S6. И получается 2 минуты 30. Это просто стоковая А6. Вообще машина отказывается поморачивать. Видите, видите, я вообще... Две тонны, что я хотел. Ну, это, кстати, плюс этой игре. Она все-таки учитывает вес автомобиля. Потому что давайте уж будем честны. Получается, что мы стали тяжелее. И сделать нам стало значительно сложнее входить в повороты. Видите, здесь я заранее закидываю, чтобы мы хотя бы с учетом этого сноса могли войти в повороты. Ну, здесь вы видели, как я две обочины срезал по максимуму. Ну, здесь вы видели, как я две обочины срезал по максимуму. Так, Ауди А3 у нас ехала до 200... Точнее, Ауди А3 разгонялась до 222 километров. Ну, только как нам приходилось тормозить. Здесь же мы... Мы не получим здесь... А, может, получим. Даже чуть больше. Ну, где-то 235, наверное, да? И шок-контент. Мы смогли отбить с вами почти 9 секунд. 2 минуты 18 секунд. А было 2.26. То есть, 8 секунд. В первой же попытке мы умудрились отбить 8 секунд. Это отлично. Ну, заезд сейчас вы выпускаете. И переноситесь сразу в конец. И смотрим. Смог я достичь нового времени улучшить или нет со второй попытки. А-а-а! Нет, вы будете смотреть, потому что я вам не рассказал лайфхак, который помог мне со скрипом тормозов. Поменял, значит, колодки, поставил новый. Выбирал колодки не столько по брендам, сколько по цене. Был вариант купить... Колодки были, грубо говоря, покупались только на одну ось. То есть, почему я точно знал, что скрипят именно колодки, допустим, с этой стороны, а не с той. И что это были точно колодки. Значит, на передней оси колодки, с передней тормоза, да. Был вариант купить вообще дешевые колодки, самые непонятно какого производителя. Я выбрал колодки средней ценовой категории, которые дешевле, дубликат, дешевле, чем оригинал, чтобы вы понимали, да. По сравнению с оригинальными разница была рублей в 500, в 600, скажете дофига, но грубо говоря, оригинальные колодки можно было купить на... За где-то 1800-1700 я отдал ровно 1000 рублей, где-то там плюс-минус 50 рублей. То есть, а самые дешевые стоили вообще 700 или 600 рублей, да. Ну, не стал играть. В результате поставил новые колодки, при торможениях колодки начали поскрипывать. Скрипели они, грубо говоря... Начинаешь... Зарел автомобиль, начал ехать, понемногу едешь, буквально первые 5-7 километров, они начинают немного скрипеть. Грубо говоря, немного прогреются и перестают скрипеть. Ну, спасибо интернету, начал искать в интернете. В интернете наткнулся, пишет, а купите средства для тормозных колодок. Я такой, что? Есть специальная паста. Значит, если у вас колодки идут без комплекта, значит... Сейчас время скажу и продолжу. Значит, у вас колодки идут без прижимной пластины, и наше время получилось 2 минуты 17 секунд и 98 сотых. И я отыграл, кажется, 3 тысячи. 3 сотых. Но это время в зачет, точно, потому что это самое быстрое время. И мы, наконец-то, приехали на золотое. Значит, этим средством можно... Средство для тормозов, для профилактики тормозов. В результате, на тормозной колодке, если у вас отдельно идет прижимная пластина, мажете это средство на прижимную пластину, прижимаете колодку. Это специальная паста. И спокойно ездите, как обычно. И, видимо, я не знаю, прижимная пластина скрипела, потому что уже где-то через... Через одну поездку, через полторы поездки. То есть я от гаража до дома доехал и обратно. И все, у меня пропал скрип. Может быть, конечно, можете сказать, что там и песок был, грубо говоря, между пластиной и прижимной, и колодкой. Но по факту. Помазал этим средством. Но этим средством нельзя мазать направляющие суппортов. Запомните, то есть направляющие суппорта мажут со специальной смазкой, она высокотемпературной идет. А колодку с пластиной, это вот просто обычная смазка, и все... Там она голубого цвета. Все. Смазал и скрип прошел. Видимо, Audi тоже требуется смазать. И сейчас у вас появляются, значит, комментарии из предыдущих серий. Так, сейчас как-нибудь станет так, чтобы было видно тормоза. Какой у нас красивый автомобиль. Так что не забываем подписаться, ставить лайки, делать репосты, просто говорить все-таки, какой из автомобилей. Audi RS6, Audi S6 или Audi A6. Какая модель больше вам всего нравится. Вот результаты наши. Цветом у нас выделено, значит, наше Audi. Смотрим, какие автомобили мы смогли делать по скорости, какие не смогли. Учитываем то, что вот этот седал у нас весит 2 тонны, а его конкуренты весят значительно меньше. Так что на этом заканчиваем эту серию. И всем до новых встреч, новых выпусков. Всем пока.